Друзья, всем привет! В этом уроке я покажу быструю тонировку в едином стиле и достаточно универсальную, которую вы можете применить для разных типов фотографий. Эта обработка позволит приводить фотографии в единый оттенок и отбрасывать все ненужные, все паразитные и все второстепенные цвета. Поэтому такой подход делает обработку достаточно универсальной. Давайте посмотрим, что нам придется использовать, какие инструменты нам понадобятся. В основе нашей обработки будет лежать несколько инструментов. Первый это баланс белого, который мы будем выкручивать достаточно сильно для того, чтобы все оттенки приобрели значимую теплоту, которая будет хорошо видно. И этот же способ позволяет избавиться от некоторой холодности, которая содержится в разных теневых частях кадра. Второй шаг это добавление контраста и я буду делать его достаточно сильным, потому что хочется, чтобы деталей на фотографии было больше. Также хочется сделать фотографию достаточно яркой и достаточно контрастной, поэтому саму позицию контраста я тоже увеличиваю в плюс. Следующий инструмент, который нам понадобится, это HSL, в котором мы будем убирать все второстепенные паразитные оттенки. Причем я буду делать это совершенно безжалостно и буду убирать значительно, чтобы остались только теплые, только цвета кожи и только немножечко оранжевые оттенки. Вы видите, что фотография сразу же стала сбалансированной по теплым тонам, все лишние паразитные нам больше не нужны и не мешаются и даже не воспринимаются. Эта обработка строится всего на использовании двух инструментов. Далее в руме мы доводим фотографию до совершенства, добавляя детализацию через шарпенинг и убираем виньетку, которая образовалась при съемке и при использовании объектива. Также, конечно, можно вернуться в начало и докрутить определенный контраст, определенную яркость, которая будет подходить больше для этой фотографии. Посмотрим до и после. Цвет стал один, лишние зеленые оттенки, лишняя желтизна зелени убралась, одежда стала более белая, более светлая и голубизна неба и голубизна одежды тоже приглушилась. Чтобы проверить универсальность такого метода, мы можем применить эту обработку для нескольких других фотографий и посмотреть, как много усилий потребуется, чтобы привести фотографию в единый вид. Переношу идентично все настройки и поднастраиваю только по контрасту и только по яркости. Некоторые фотографии выполнены днем, некоторые выполнены вечером. Конечно, на некоторых фотографиях придется подкрутить и баланс белого, но, как видите, это совершенно не обязательно на фотографиях с улицы. Также есть фотография в помещении, где, конечно же, будет свой баланс белого и я тоже его немножечко изменю. Но все остальные параметры легли достаточно хорошо. То есть мы добавили цветокоррекцию и сделали единый оттенок на всех фотографиях. Сейчас я покажу каждую фотографию отдельно до и после. Вот, собственно, и все. Такой простой и быстрый урок, который вы можете применить для своих фотографий. Этот метод часто используется блогерами, этот метод часто используется для быстрой корректировки. И, конечно же, все эти инструменты вы можете записать в пресет или в экшен и использовать в любой из программ. Причем это можно сделать даже на мобильной версии, потому что никаких сложных инструментов и никаких сложных методик я не использовал. Всем спасибо за урок, подписывайтесь на мой канал и до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok